АНГАРИЯ Два месяца за решеткой, лихачу сбившему 9 сотрудников полиции на Иркутном мосту, сегодня избрали меру пресечения. Почему домашний арест в этом случае оказался недопустим? Расплескалась синева, расплескалась Иркутск, присоединился к празднованию Дня воздушно-десантных войск. В этом году гуляния голубых беретов прошли без эксцессов. Вячеслав Зайцев в Иркутске, он приехал на открытие дома моды своей иркутской коллеги Светланы Бекаревой, теперь гуру стиля, планируют совместную коллекцию. Они занимают очередь с вечера, чтобы прикоснуться к прекрасному, стартовали продажи билетов на концерты международного фестиваля «Звезды на Байкале». И по традиции у музыкального театра выстроились целые толпы ценителей искусства. Все ли смогут купить? Расскажем через несколько минут в прямом эфире новостей сейчас. Два месяца в СИЗО проведет водитель, который сбил 10 человек, 9 из которых полицейские такое решение сегодня вынесут. Напомню, ДТП произошло в Иркутске 29 июля. Началось все с погони за автомобилем «Тойота Филдер», водитель которого проигнорировал требования полицейских остановиться на мосту через реку Иркут. Удалось преградить путь нарушителю в момент оформления протокола сотрудников ДПС. Сбил автомобиль «Форд Фокус». За рулем находился 28-летний иркутянин в алкогольном опьянении. Кроме того, в салоне была пассажирка. Позже на допросе мужчина пояснил, что увидев погоню, решил помочь полицейским задержать нарушителей. Однако сам оказывался за решеткой. Пока только на два месяца, пока идет следствие, двое маленьких детей не стали смягчающим обстоятельством. Вину в совершенном состоянии преступления я признаю полностью. Судейно, действительно, я раскаиваюсь. И если бы у меня была возможность остаться, скажем так, до конесения окончательного приговора по данному делу на свободе, я бы мог как-то, возможно, помочь пострадавшим. Опять же, мог бы помогать своим родственникам. Согласно материалам даже уголовного дела, где свидетели поясняли о том, что... Ну, они отговаривали его, которые находились вместе с ним, преследовать данный автомобиль, за которым осуществлялась погоня с правоохранительными органами. Несмотря на это, он, зная, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, как показало медицинское свидетельство несильнейшего алкогольного опьянения, он начал управлять автомобилем, что запрещено законом и привело к таким трагическим последствиям. Ранее мужчина был судим, уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он неоднократно нарушал правила дорожного движения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, тем временем в реанимации по-прежнему остается один из офицеров. К другим темам больше никаких массовых драк и купаний в фонтане. В Иркутске отметили День ВДВ. В праздничных мероприятиях приняли участие полтысячи десантников. Вспоминали службу и своего отца-основателя, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. По традиции пели песни. За праздником крылатой пехоты наблюдал Олег Федоров. БТРы и боевые машины пехоты на улицах Иркутска. Это не война и не учение. Это День ВДВ. Сотни бравых мужчин в тельняшках и голубых беретах отмечают 88-ю годовщину создания войск Дяди Васи. Перед крылатой пехотой выступил глава областного центра. По традиции первыми вспомнили тех, кто не вернулся. Я, мужики, хочу, чтобы сегодня мы помянули тех, кого с нами нет. Это обязательно. Вспомнили их. Отдали им дань памяти. Чтобы пожелали удачи тем ребятам, которые сегодня в строю. День десантников отмечают не только десантники, но и члены их семей, стремящиеся продолжить их военное дело. Знают, если служить в ВДВ, то готовиться надо с детства. 2 августа для нас, всех, кто служил, кто служит, кто будет, конечно, служить, кто готовится с детства уже. Это великий праздник. Это праздник не только в воздушно-десантном войске, но и он становится у нас семейным праздником. Готовность исполнить свой долг перед Родиной демонстрируют и воспитанники патриотического центра «Вымпел». На площадке у памятника Александру Третьему песни голубых беретов и море сине-зеленых флагов. По прошествии лет их хозяева с легкостью вспоминают, как шагали в рамку самолета. Первый раз непонятное ощущение, а второй уже классное. Ну, страшновато, конечно. Второй раз уже понимаешь, что реально прыгнул, а первый раз еще не понимаешь. Войны-десантники – это не те, кто разбивает бутылки о головы, а достойные мужчины, умеющие отметить свой праздник не во вред окружающим, уверен глава Иркутского союза десантников Вячеслав Лесин. Тем более, что повод собраться в этом году у них еще будет. Всех хочу еще раз поздравить с нашим праздником, всей души всего желаю. Самое на лучшее в жизни. Береги вас Бог. И хочу добавить, что в сентябре месяце будет открытие памятника, где мы устанавливаем ветеранам-десантникам, погибшим в Афгане и Чечне, памятник десантникам. Областная организация «Союз десантников» по своему составу и организованности находится в лидерах среди регионов России. В ее рядах более 500 человек, четверть которых прошла через горячие точки. Самое главное для них, чтобы над всеми было вечно голубое и чистое небо. Олег Федоров, Евгений Ширыпов. Новости сейчас. Иркутская область стала лидером Сибирского федерального округа по финансированию проекта формирования комфортной городской среды до конца года на благоустройство. Будет выделено около миллиарда 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель регионального парламента Сергей Брилко на заседании Совета законодателей Сибири. Кроме того, в ходе совещания глава представительных органов в 12 регионах предложили скорректировать федеральную программу. Каким образом, расскажет Галина Соболева. За круглым столом представители шести регионов обсуждают опыт реализации проекта формирования комфортной городской среды в Сибири. Накануне они посетили наиболее крупные объекты программы в Иркутске. Сегодня принимаются конкретные решения по совершенствованию, в том числе нормативно-правовой базы. Прежде всего, сибирские регионы инициируют продление сроков действия программы. Сейчас она рассчитана до 2020 года. Еще один важный вопрос, поднятый в ходе совещания, касался возможности субсидирования разработки проектно-сметной документации для участия в проекте. Лет 5-7 мы не собирались. И вот это было первое заседание Совета законодателей округа, уже в обновленном составе. И поэтому, конечно, для нас было очень важно, как это пройдет. Я вчера говорила, что Иркутск был выбран не случайно. Вы сегодня являетесь вообще-то лидерами по объему финансирования, которые выделяются на реализацию этого проекта федерального. Советам законодателей предлагается вовлечь в проект населенные пункты с численностью населения менее тысячи человек, а также разработать механизм, который ускорит прохождение конкурсных процедур, чтобы успеть провести благоустройство в строительный сезон, что особенно важно для районов с суровыми климатическими условиями. Доработанный с учетом прозвучавших предложений проект, решение будет направлен в Федеральное министерство строительства и Совет законодателей России. В Сибирском федеральном округе есть проблема. И когда мы это все фокусируем через 12 субъектов федерации, мы, конечно, выработаем правильное, точное решение, которое будет объединять всех нас с субъектов федерации. Это первое. Второе. Один субъект федерации и целый федеральный округ. Это совсем большая разница. Мы сможем выработать решения, которые лягут в основу, может быть, решения на уровне правительства, Российской Федерации и всей страны. В этом году на площадке Совета законодателей Сибирского федерального округа планируется обсудить еще один вопрос реализации проекта «Устойчивое развитие сельских территорий». В ходе этого совещания будет сформирована позиция регионов, которую вынесут для обсуждения Совета уже федерального уровня. Галина Соболева, Александр Барановский. Новости сейчас. Общестроительные работы завершаются в ФОКе на бульваре Рябикова. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Синюшина гора откроет свои двери в конце этого года. Это многофункциональный комплекс. Там размещен бассейн длиной 25 метров на 6 дорожек по 2,5 метра, а также раздевалки с душевыми. На первом этаже будет находиться универсальный спортивный зал и зал для настольного тенниса. Вместимость ФОКа более 200 человек. Кроме того, там будут созданы условия для занятий спортом, людей с ограниченными возможностями. Строительную площадку сегодня посетил мэр города Дмитрий Берников. Это первый такой ФОК по соответствующему проекту. И, как показывает практика, скорее всего, такие ФОКи мы и будем в дальнейшем привязывать многофункциональные в других районах города. Потому что у нас 9 месяцев зима. Открытые площадки – это хорошо, это здорово, они должны быть. Но мы должны забыть, что живем в Сибири. И закрытый, крытый спортивный зал тоже очень важно. Я что не говорю о бассейне. Общестроительная работа уже выполнена бетонированием. В настоящее время будут отделочные работы и спецработы. Это сантехника, электрика, вентиляция, оборудование бассейна и чистовая отделка уже шпатлевания, подготовка к покрытию пола. На втором этаже ФОКа предусмотрено обустройство трибун, залов, хореографии, единоборства, раздевалок. Отдельно планируется сделать зону отдыха с зимним садом. На территории комплекса разместят автостоянки, проведут благоустройство озеленения, установят малая архитектурная форма. Заняли очередь еще накануне вечером. В Иркутске сегодня стартовала продажа билетов на фестиваль «Звезды» на Байкале. Ценителей искусства не смутила ни цена, ни большая конкуренция. Очередь у музыкального театра растянулась. Среди желающих купить возможность прикоснуться к прекрасному оказался и наш корреспондент Евгений Любовников. Ему слово. Десять часов утра. Возле одного из зданий на улице Ленина выстроилась немаленькая очередь. Люди стараются крепко держаться за свое место. Нет, это не кадры кинохроники перестроечных времен и не прием к терапевту. Это вход в музыкальный театр. С сегодняшнего дня у нас стартовала продажа билетов на 13-й фестиваль «Звезды» на Байкале. Раннее, скажем так, утро уже у нас встретила очередями. Ну, это у нас традиционно каждый год. Сейчас у нас работают две кассы в музыкальном театре и касса в торговом центре «Версаль». С завтрашнего дня у нас стартует продажа онлайн билетов. В руках у одного из людей тетрадь, где столбцами прописаны фамилии и порядковые номера. Это и есть запись за билетами. Чтобы стать первым в списке, нужно было прийти в 9 вечера предыдущего дня. Сейчас условия покупки ужесточились. Галина Ивановна рассказывает, год назад она пришла к дверям театра в 10 часов вечера и была первой. На этот раз люди начали занимать очередь еще раньше. Я хожу на все концерты Мацуевские, на все фестивали, еще не пропустила ни одного фестиваля. И со временем мы приходим очень рано за билетами. Вчера мы пришли в 10 часов вечера и были уже девятыми. Ну, мы тут были часов до двух, до трех ночи. Там уже образовалась другая очередь, ну, не другая очередь, запись. И мы покинули до 8 утра. В 8 утра очередь опять восстановилась, все пересчитались. И вот в 10 часов мы уже здесь, у кассы. Для многих посещать звезды на Байкале стало уже традицией. На фестиваль люди приходят с семьями и с друзьями, поэтому в одни руки иногда отпускают целую пачку билетов. Те, кто подошел к кассам утром, рискуют пропустить самое интересное. Но и у тех, кто долго спит и кто вовремя не отложил нужную сумму, в этот раз будет возможность побывать на фестивале. В этом году фестиваль ознаменуется приездом Эмира Кустурицы. Впервые всемирно известный артист посетит Приангария. Впервые будет проведен бесплатный концерт со входом для всех желающих. И впервые это будет сделано здесь, на берегу Ангары. Евгений Любовников, Константин Синицын. Новости сейчас. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. 40 тысяч нелегальных сигарет изъяли таможенники у иностранцев. В аэропорту Иркутска в Приангарии растет пассажиропоток, а вместе с ним и количество инцидентов на въезде в страну. Дом моды открылся в Иркутске. Одним из первых гостей стал Вячеслав Зайцев, где теперь будут собираться самые стильные и модные жители региона. Меняют колеса. Раз в три дня участники велопробега Санкт-Петербург, Владивосток, прибыли в столицу Приангария. Почему жители Европы выбрали для долгого путешествия нашу страну? Расскажем совсем скоро. Не переключайтесь. Это новости сейчас. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. 339,5 тысяч иностранцев прибыли в Иркутск с начала года. Этот показатель на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Такие данные приводит Иркутская таможня. Для сравнения, иркутян за рубеж улетело только 166 тысяч. Среди прибывших в Иркутск, естественно, больше всего граждан Китая, таможенный пост возбудил 248 дел об административных правонарушениях. Чаще всего незаконно в страну пытаются провести сигареты. Таких случаев почти половина. В общей сложности таможенники изъяли 40 800 нелегальных сигарет. А на острове Ольхон полиция проводит рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. Это часть оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2018». В 14 километрах от парома сотрудники остановили автобус «ПАЗ» с 20 пассажирами, в том числе с иностранцами. Документов на предпринимательскую деятельность и разрешение на перевозку у водителя не было. Это общая проблема с теми же нарушениями в ходе рейда. Остановили еще один «ПАЗ», два «Газа» и два «УАЗа». К ответственности привлечено шесть водителей. Экскурсию для школьников из стран Азии провели сотрудники музея Главного управления МЧС России по Иркутской области. Дети из Южной Кореи, Китая, Японии и Монголии прибыли в областной центр для участия в международном образовательном форуме. Что особенно впечатлило маленьких гостей, расскажем далее. Когда-то в этом здании находилась первая в Приангаре пожарная часть. В этот колокол звонили, чтобы сообщить о возгорании. Сегодня здесь проводят экскурсии для школьников из азиатских стран. Им показывают макеты разбушевавшейся в лесу огненной стихии. Для участника из Монголии Сарсен Дамида эти впечатления оказались незабываемыми. Он навсегда запомнит и смотровую площадку на пожарной башне. Экскурсия мне вообще очень понравилась. Много интересного знаний. Развитие МЧС было вообще интересно. Там макеты изобразлены уже классно. Специальной техникой костюмы пожарных от 18 века до наших дней школьники смогли увидеть живую историю развития службы в Иркутской области. С 2014 года посещение этого музея стало частью программы Международного детского образовательного форума. Каждому серебряку интересно узнать традиции, быт и становление, вообще системы безопасности на территории Иркутской области. Пожарное дело – это одна из ценностей. Пожарная охрана здесь сформировалась уже в 18 веке. И здесь это первое здание пожарной части. Международный детский образовательный форум проходит в Приангаре восьмой раз. В нем участвуют Южная Корея, Китай, Япония, Монголия. В этом году к этим странам присоединился Вьетнам. Форум продлится до 8 августа. За это время для детей проведут экскурсии в Лимнологическом музее и Тольцах. Участники встретятся на вечере национальной кухни и народных песен, а также примут участие в мастер-классах по оригами, рисованию корейских вееров и созданию соломенных сувениров. Галина Соболева, Александра Насыпова, Николай Крупченко. Новости сейчас. Совместную коллекцию с мэтром модой Вячеславом Зайцевым может создать иркутский модельер Светлана Бекарева. Об этом гость Приангария заявил на открытии дома моды своей сибирской коллеги. Это место, где молодые дизайнеры могут получить опыт, а любители неповторимого стиля обрести новый наряд. Подробности расскажет Анастасия Цыганкова. Красная лента как символ многолетних трудов. За ней вход в новый дом моды Светланы Бекаревой, который открывает свои двери для тех, кто живет стилем. Иркутский художник, модельер и мэтр мировой моды Вячеслав Зайцев перерезают ленту. Для этого используют антикварные ножницы и самарканда. Вячеслав Зайцев и Светлана Бекарева знакомы не один десяток лет. Я написала вам письмо в журнал мод, когда мне было 8 лет. Кто бы мог подумать, что спустя время детская мечта исполнится, и он будет здесь, в Иркутске, на открытии ее детища дома моды Светланы Бекаревой. Правда, пришлось изрядно потрудиться и создать имя, которое на слуху не только у жителей Приангария. Коллекции художника-модельера неоднократно красовались на мировых подиумах. Вдохновение всегда только одно – любовь к профессии и любовь к творчеству. И, вы знаете, желание вообще показать себя, желание не только себя реализовать, но и что-то сказать миру, что-то сказать своим поклонникам. И если хотите, даже делать какие-то эксперименты, ну, в общем, жить профессией. Я хочу сказать миру, что русская мода, она есть, сибирская мода есть. Для гостей экскурсии – знакомство с коллекцией, которая была представлена на неделе моды в Москве. В Иркутск вернулась лишь малая часть, большинство нарядов были проданы прямо с подиума. Столицы очень ценят качественные материалы и неповторимость кроя. Здесь монгольский кашемир, кожа и визитная карточка Светланы – ручная вышивка. Именно ее гость оценил по достоинству. Вы знаете, я сейчас вот свет посмотрел, я чувствую, что шлем вдохновился очень здорово. Да, здорово. Не видел я такое обилие вышивок роскошных совершенно. Это великое технологии, отработки моделей. Классно, просто классно. Потому что придется что-нибудь сделать. Да, обязательно. Давайте вместе что-нибудь. Давайте всех удивим. Когда этот тандем удивит нас, еще неизвестно. Пока это только творческие планы. Для гостей эксклюзивный подарок – подстаканник и стекла ручной работы, наполненный карандашами. Быть может, именно их Вячеслав Зайцев использует для создания очередного шедевра. Анастасия Цыганкова, Николай Крупченко. Новости сейчас. Лежачий велосипед собрал жители Вихоревки. Такое транспортное средство единственное на весь север области. Алексей Романов сконструировал так называемый лигерат. Идею нашел в интернете. Говорит, в дело пошли водопроводные трубы и два обыкновенных велосипеда. Новое транспортное средство. Уже прошло первое испытание. За два часа мужчина доехал от Вихоревки до самого города Братска. Ехать на нем достаточно удобно по прямой. Ну, спокойным шагом, как говорится, спокойным шагом 30 километров не напрягаешься. В горку, конечно, да, приходится попотеть, потому что маленько много нюансов, тонкостей по отношению велосипедов нормальных и кустарного производства, потому что очень много тонкостей в производстве. Предел возможностей лежачего велосипеда 65 километров в час, если разогнаться под гору. Но главная особенность лигерата – это не скорость, а эффект, который производит на прохожих водителей Братска новое транспортное средство. А в Иркутск прибыли участники международного велопробега Санкт-Петербург-Владивосток. В команде представители трех стран – Швейцарии, Германии и Австрии. За три месяца путешествия они преодолеют около 10 тысяч километров. Почему больше всего скучают велосипедисты в дороге, расскажем прямо сейчас. В основном ломается цепь, тормоза, но вообще это очень мощный велосипед из хороших материалов. Конечно, еще часто стираются шины. И это все. На Питере лежит огромная ответственность. Он механик велопробега Санкт-Петербург-Владивосток. Проехать 10 тысяч километров – не шутки. Каждые три дня приходится менять шины на велосипедах. Каждые сутки участники преодолевают примерно 150 километров. Для организатора Марселя это уже пятое и самое длительное путешествие по просторам нашей Родины. У меня самые положительные впечатления от вашей страны. Мне очень нравится местная культура, местная природа и, конечно же, люди. Нас всегда очень гостеприимно встречают, куда бы мы ни приезжали. Первый раз в России Марсель побывал в 2002 году. С тех пор, по его словам, инфраструктура сделала огромный шаг вперед. В этот раз вместе с ним путешествует 18 человек. Все они, за исключением двух людей, прибыли к нам из Швейцарии. Самому старшему велосипедисту Валди 74 года. Самая младшая спортсменка – Надин, ей 43. И она уже сбилась со счету, сколько стран проехала на велосипеде. Каждый раз ей тяжело отрываться надолго от своей семьи. Это очень-очень долго. Уже три месяца, как я нахожусь без своей семьи. К тому же, это летнее время, лучшее время, которое можно провести с семьей. Мои родные были очень расстроены, когда узнали, что я не буду дома этим летом. Закончить свое путешествие спортсмены планируют 8 сентября во Владивостоке. Погода пока им на руку. За все время лишь однажды был дождь и встречный ветер. Завтра велосипедисты посетят Кругобайкальскую железную дорогу и затем отправятся в путь. Евгений Любовников, Сергей Полянский. Новости сейчас. Наши новости доступны также в социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте. Там вы увидите то, чего мы не показываем в эфире. Профиль – телекомпания «Аист» Иркутская, Иркутская область. У меня же к этому часу вся информация. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на «Аисте». И до встречи.